Итак, сегодня я раскрываю секрет о том, как построить стратегию при помощи трейлинг-стопа. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я, наконец, раскрою секрет о том, как построить стратегию или как создать заявку трейлинг-стоп в терминале КВИК. Что такое трейлинг-стоп? Об этом знают все, кто занимался на рынке Форекс. Я надеюсь, знают, а может, многие еще и не знают. Дело в том, что когда какой-то актив, скажем, резко идет вверх или резко идет вниз, что нужно сделать? Нужно купить или продать его по самой выгодной цене. И для того, чтобы это сделать, люди ставят заявку там take profit, например. То есть, если цена выросла выше этого уровня, то продать. Ну да, но как вы угадаете заранее тот уровень, который будет? И люди кусают локти, вот они говорят, блин, рано продал. И когда вот сработал take profit, да, вот на продажу, да, а актив пошел дальше расти. Ну, люди, блин, что я наделал? И они начинают там судорожно снова покупать, например, да. Ну, а потом резко падение и, собственно говоря, все, что у нас же-то непосильным трудом теряется. Вот, как правило, это происходит. И наоборот, смотрите, есть такая заявка stop limit, когда мы ограничиваем свои убытки. Вот это лучше. И на самом деле stop limit, смотрите, когда вот, например, актив растет, да, то есть не надо ставить take profit, надо ставить stop limit, надо ограничивать свои убытки. То есть, смотрите, вот вы, скажем, что-то купили и поставили снизу stop limit, чтобы ограничить свои убытки. Смотрите, а актив начинает расти. Актив начинает расти. Что мы делаем? Мы поднимаем потихонечку вот эту планочку stop limit. И актив продолжает, если расти, то наша планочка, мы уже в безубытке. Если актив продолжает рост, то мы потихонечку поднимаем планочку. И мы уже ограничиваем свою прибыль. То есть актив продолжает расти, а мы потихонечку поднимаем планочку. И смотрите, вот актив растет, 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 а наша планочка тоже поднимается, 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 поднимается. И когда актив начинает падать, он упирается в эту планочку, срабатывает стоп-лимит. И, собственно говоря, я заметил, что вот когда я занимался Форексом, достаточно долго я этим занимался, что вот на таких операциях можно заработать больше всего. Но через какое-то время я вдруг обнаружил, что есть такая штука, как трейлинг стоп, которая автоматически поднимает вот эту планочку. Я сначала не понимал, что такое трейлинг стоп, а вдруг понял, что вот эта вот планочка, она поднимается автоматически. Смотрите, что происходит, когда мы ставим трейлинг стоп, это касается только рынка Форекс. Метатрейдера, терминал на рынке Форекс, обычно используется метатрейдер 4, есть еще метатрейдер 5, это одни наиболее распространенные терминалы. Как правило, они работают на рынке Форекс, но есть брокеры, включая открытие брокер, который позволяет работать на метатрейдере 5. И вот там есть такая штука, трейлинг стоп, которая позволяет нам автоматически сделать так, чтобы стоп наш двигался автоматически за ценой. Автоматически. То есть вы купили какой-то актив, и для того, чтобы продать, вы просто задаете так, трейлинг стоп, значит, и он ползет потихонечку с ценой. Когда цена падает, вот эта вот штука, этот порог, он не снижается. Когда цена пробивает максимум, он поднимается. Цена падает, он стоит на месте, он стоит на месте. И если цена резко падает, пробивает порог, и значит, сделка закрывается. Вот таким образом устроен трейлинг стоп. Это касается только терминала метатрейдер. Метатрейдер 4 и метатрейдер 5. Но, друзья мои, на бирже крайне мало брокеров позволяют сделать заявки в метатрейдере. Один из немногих – это брокер открытия, позволяет установить метатрейдер 5, но у метатрейдера есть существенный недостаток. Это терминал биржевой. Он не позволяет работать с опционами. Поэтому практически все-все-все брокеры работают с терминалом Quick. Но, когда мы работаем с терминалом Quick, я всегда вспоминал и думал, как же мне сделать так, чтобы… Ну, не может быть! Терминал Quick – он наиболее универсальная платформа для торговли. Он очень сложный, очень сложный. Для того, чтобы его освоить, вы с ума сойдете. Если вы захотите освоить, это очень сложный терминал. Я как раз работе с терминалом Quick посвятил целый курс «Биржа для чайников». То есть там как раз исключительно практически о том, как настраивать, как работать с терминалом Quick. Очень сложно, я вас уверяю. То есть я по образованию, там прикладная математика, там, ну, то есть с компьютером, в общем, сказать, все хорошо у меня, на «ты». Вот, но, ребята, это было даже сложно, даже мне. Я очень, так сказать, с ума сошел, пока я его освоил. Почему? Потому что я искал курсы какие-нибудь, типа, для чайников, но не смог найти. Ну, и в конце концов я решил создать свой курс, и я его сделал. Он, мне кажется, лучший в интернете. Вот, а сейчас я открою вам секрет о том, как это делать. Я об этом подробно рассказываю в курсе «Биржа для чайников», но сейчас я вам расскажу. Открою этот секрет. Смотрите, давайте перейдем сейчас в терминал Quick. Вот мы сейчас видим терминал Quick. И, так, четырехчасовой график, посмотрите. Вот вчера, вчера произошло следующее событие. Вчера индекс РТС, который, ну, постоянно рос, кажется, перешел к падению. Вот здесь вот резко вчера началось падение индекса. И индекс РТС падает. Как далеко он будет падать? Ну, предположим, что у вас открыта позиция шорт, либо вы хотите купить его на дне, когда он начнет повышаться. Что, ну, что лучше на самом деле. Где будет это дно? Где дно падения? Куда он упадет? Вот, посмотрите. Ну, кажется, вот он, вот уровень 127. Это уровень сопротивления. Если он преодолеет этот уровень, он пойдет до следующего уровня. Ну, здесь он уровень, ну, не такой вот жесткий. Вы видите, что здесь, ну, да, была остановочка, но пойдет он ниже. Ниже пойдет он куда? Ну, куда-то вот сюда пойдет, вот в эту область. Она немножечко размытая, но, скорее всего, он сюда уйдет до уровня 125. Легко уйдет. Вот, но что будет с ним дальше, с индексом? А дальше он будет, если он преодолеет этот уровень, я думаю, что это произойдет легко. Вот он, следующий уровень. А вот следующий уровень, посмотрите, какой серьезный. Раз, два, три, четыре, пять. Вот на этом уровне точно совершенно падение, ну, по крайней мере, приостановится и будет задержка. Вот, вот, посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять раз пытался пробить этот уровень ранее. И отскакивал каждый раз. Посмотрите, как резко он отскакивал. Поэтому, если мы вот здесь вот купим, то все будет шикарно. Но, как же сделать так, чтобы, например, вот если я продал, то как мне купить его по самой выгодной цене? Смотрите, что я могу сделать. Посмотрите, сейчас очень важная информация секретная. Посмотрите, я беру и ставлю заявочку, новая стоп-заявка, take profit и stop limit у меня стоит по умолчанию. Я беру, ставлю ее, take profit до отмены. Здесь внимательно смотрите. Далее, покупка, take profit, если цена меньше либо равно. И, казалось бы, что делают люди обычно? Люди делают обычно следующее. Take profit, если цена меньше либо равно, там, 119. То есть, вот по этой цене люди говорят, ну, давай купим. Потому что он от этой цены, скорее всего, оскочет. А если он пойдет ниже, до 118 запросто, то это будет более выгодная цена, не так ли? Вот что делают обычно люди. Давайте мы сделаем следующее. А мы не будем ставить цену 119 или там 120 тысяч для покупки, да? Потому что, казалось бы, что он пойдет после этого вверх. А мы сделаем следующее. Мы сделаем покупку, если цена меньше, чем… Ну, то есть, вот, как правило, люди делают следующее. Меньше, чем 119, раз, два, три. И, значит, здесь вот ставят минимальные вещи. И вот она, заявочка. То есть, смотрите, как только цена опустится вот до 119 тысяч, вот до этого уровня. Сейчас я вам проведу этот уровень. Так, не проведу. Так, сейчас проведу все-таки. Вот он, вот уровень. Все-таки я его нарисую где-то вот. Вот он. Даже ниже, вот здесь. Посмотрите. Вот он уровень, да? Но, а вдруг он не дойдет, и начнется отскок раньше. А вдруг он не дойдет, и вот здесь вот тоже обидно, понимаете? Вот, как сделать так, чтобы, ну, словить, по крайней мере, и вот этот вот отскок, и вот этот отскок. Давайте, сейчас я вам покажу, как это сделать. Смотрите, мы берем и ставим вот здесь вот… стоп-лимит, вернее, тейк-профит ставим, тейк-профит до отмены, на покупку. И мы не ставим 119 или 118. Не надо нам этого. Мы будем ставить текущую цену. Ну, предположим, там 125 тысяч. 125 тысяч. Вот такую цену мы поставим. То есть вот эту вот планочку мы задерем вот сюда. Вот она, наша планочка будет. Но отступ от минимума. Вот он, трейлинг, стоп. Отступ от минимума. Отступ от минимума. Обычно все ставят вот минимальный шажочек, отступ от минимума. То есть как только он дернется вверх, значит все. Не надо этого делать. Вот он, ключевой момент. Этого мало кто знает. Отступ от минимума мы поставим. Здесь уже надо варьировать его. А мы поставим его 2000. Вот так. Понимаете? Или 1000. И есть еще один параметр. Защитный спред. А вот защитный спред мы поставим 100. Не минимальный, а защитный спред мы поставим что? Сейчас я вам объясню, что это такое. Посмотрите. Давайте сейчас я его поставлю. Терминал реальный, здесь деньги реальные. Вот она. Посмотрите. Вот она заявочка. Вот она встала. 125 тысяч. Видим, да? Давайте сейчас я вам объясню, что она означает. Вот эта заявочка. Посмотрите. У нас, мы помним, что у нас отступ от минимума стоял... Сколько там? 2000 или 1000? Я уже забыл. Он здесь не пишется. Вот. Сейчас я вам покажу его. Посмотрите. Вот он. Вот она, наша заявочка. Да. Отступ от минимума 2000. Вот он. Сейчас я вам нарисую 2125. Вот он. Вот у меня квадратик мой любимый. Опа, я ставлю здесь 100... Ну, примерно 125 снизу, да? Так, раз. А вверх 127. Ну, вот. Вот, смотрите. Вот оно. Визуально это 2000 пунктов. 2000 пунктов. Что это значит? Смотрите. Вот наша заявочка. Давайте мы ее уже для того, чтобы было ясно. Вот сюда вот поставим заявочку. Да, перетащим ее сюда. Здесь это без проблем можно делать. Ничего страшного. Сделка не произойдет. Сейчас вы увидите, что произойдет. Смотрите. Вот оно. Посмотрите. Вот я сейчас квадратик сюда перемещаю. Вот это отступ от минимума. Вот сюда. Сейчас смотрите внимательно. Смотрите. Вот у меня стоит стоп-лимит на покупку. То есть купить, если цена будет ниже, чем 127-120. Видим? Видим. Так? Но. Произойдет ли сделка? Нет. Сделка не произойдет. Сделка произойдет только если цена отскочит назад вот до этого уровня. То есть сделка сама произойдет. Смотрите. Если цена опустилась до 127-120 и отскочила вот на этот отступ от минимума. Почему я это делаю? Потому что да, казалось бы, вот здесь надо покупать. Да? Вот здесь покупать. А вдруг он пойдет вниз? А если он пойдет вниз, то что происходит? У нас, смотрите, вот по этой заявочке 127-120 это условия срабатывания заявки. Условия срабатывания. Но у нас есть отступ от минимума. Заявка не срабатывает. Заявка сработает только когда цена отскочит назад вот на этот уровень. А цена пошла вниз. Посмотрите. Цена пошла вниз, например. Да? Вот цена идет вниз. Что происходит? Вниз опускается вот наш вот этот квадратик. Оп. 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 Вот, скажем, вот сюда. И у нас уже через какое-то время, смотрите, вот она, цена, например, опустилась сюда, а потом она пошла назад. И уже отступ от минимума будет не 2000, да? Ну, как бы вот от той заявки, на которую мы поставили уже полторы. И цена вот, если вот здесь вот будет колебаться внутри этого квадратика, сделки не происходят. Сделка не происходит. Сделка произойдет только тогда, когда вот эта линия будет пересечена, понимаете? Вот эта линия будет пересечена, тогда уже система поставит заявку в стакан. Смотрите, и это очень классная штука, когда вот, скажем, резко валится индекс РТС, да? Вот он пересек это и пошел вниз дальше. Что произойдет с нашим квадратиком? Да вот он сюда пойдет. Вот он дойдет вот до этого уровня. И смотрите, если он дошел до этого уровня, у нас вот она, заявочка стояла, купить здесь, да? А реально сделка произойдет уже вот здесь, потому что он провалился сюда, он пробил этот уровень, пробой происходит очень сильно на больших объемах и идет дальше. И наш вот этот вот прямоугольничек, он понижается. И если мы поставим вот такую заявочку, то все, что нам нужно, это просто смотреть иногда. Ага, так, не купилось, так провалился. Ну, хорошо, будем сидеть дальше и ждать. А вдруг он попадет дальше, дальше, дальше. Пробил он этот уровень, да ничего страшного у нас не происходит. Вот он пошел сюда, вот он до этого уровня, вот здесь вот. А теперь смотрим дальше на волатильность. Вот она, волатильность у нас, например, да, вот эта линия Боллинджера, она снижается. Если волатильность снижается, то что мы можем сделать? А мы можем взять и просто изменить стоп-заявку. Мы заходим вот сюда вот, вот, и меняем стоп-заявочку. Когда у нас волатильность снижается, вот этот вот отступ от минимума, это, ну, грубо говоря, это волатильность. Мы берем и говорим, а изменим-ка мы заявочку. Вот, и мы меняем заявочку вот здесь вот, вместо двух тысяч ставим тысячу. Тысячу, понимаете? Вот, тысячу поставили, ничего страшного, вот она тысяча. И вот он у нас уже, вот это вот, видите, она активна, да? Посмотрите, что происходит дальше. Она активна, она была у нас, ну, сейчас я ее сделаю, вот, была, вот, сейчас я, была у нас две тысячи. Видим, да, вот они две тысячи, от 121 до 123. А мы ее сделали вот такой вот тысяча. И у нас уже квадратик будет вот такой. Вот посмотрите, вот он уже, да? Цена уже находится где-то вот здесь. И уже когда скакнет, ему уже не надо скакать. У нас мы диапазон сужаем. И для этого, для того, чтобы сузить диапазон, ну, раз в день зайдите и сузьте его. Вот, а теперь давайте посмотрим, что произойдет с нашей заявочкой, с нашей заявочкой, когда цена пересекает. Вот, вот он вот уровень, да? Смотрите, вот у нас сейчас стоит заявочка 127-120, да? Take profit. Но у нас стоит отступ от минимума, отступ от минимума. Вот он, тысяча. И что произойдет с этой заявочкой? Раз, цена только коснулась этого, чуть-чуть пересекла. Заявочка ставится на расчет. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Заявочка ставится на расчет. Вот, смотрите, вот сейчас вот, вот он вот, индекс РТС вот здесь вот находится. И давайте сейчас я вам покажу, как это происходит. Блин, ребята, я вам такие секреты раздаю. Сейчас лайк поставьте обязательно, потому что, ну, это вот действительно, ну, никто вам этого не расскажет никогда. И многие этого не знают, даже те, кто торгует. Лайк я заслужил, подписку. Подробно я об этом рассказываю в курсе «Биржа для чайников». Если кто-то что-то не поймет, там три часа, три занятия, это по два часа, шесть часов я рассказываю про стоп-заявки. Сейчас я кратенько рассказываю. Лайк. Вот. Итак, смотрите, что происходит дальше. Сейчас я увеличиваю масштаб. Сейчас я вам покажу. Вот это прямо вот, пятиминутные делаем. Смотрите, вот он падает. Посмотрите, вот он падает. И сейчас я подниму вот эту заявочку. Посмотрите, вот сюда. Вот он, квадратик у меня уже в другом масштабе. Он такой огромный. Сейчас я поднимаю вот эту заявочку вот сюда. Вот, вот, вот. Вот сюда вот. Даже вот сюда вот я сейчас подниму ее. Вот. Посмотрите, ничего страшного не происходит. Да, меняю. 127,450 я ее ставлю. А у нас цена 127,480. Давайте посмотрим на нашу заявочку. Что с ней? Она активна. Она активна. Сейчас я тогда еще выше ее подниму. Ну, посмотрите. Я еще выше ее подниму для того, чтобы, ну, показать вам, как это происходит все. Блин, все для вас. Все для вас делаю. Так. Вот она заявочка. Там какая цена? 127,460. Ну, давайте ставлю 127,460 тоже. Вот она. Посмотрите. Вот наша заявочка. Опа. Смотрите. Она изменилась. Она была красная. А сейчас, посмотрите, она встала на расчет. 127,460. Она была у нас ниже, чем 127,460. Но встала на расчет. Давайте посмотрим сейчас еще на более мелком графике. Посмотрите. Вот он. Более мелкий график. Смотрите. Когда у нас произойдет сделка по покупке. Она произойдет вот здесь. У нас тысяча. Тысяча. Я могу, конечно, это отрегулировать. То есть я, если я внутри дня работаю, то я запросто могу сделать вот такую вот штучку. То есть если она пробьет, то, значит, она должна вырасти, по идее. Ну, тогда вот здесь покупать, да? Но не вырастет она здесь. То есть тысяча. Понимаете? Но если вы работаете внутри дня, то, пожалуйста, ставьте это вот так вот. Вот так вот ставьте. И все у вас будет. Так. Сейчас, секундочку. Я должен вот эту границу тогда поднять. Вот так вот, например. Вот она граница наша. Так. 127. Где она? Ну, да. Примерно здесь 460. Если я торгую вот на минутке, пожалуйста, я поставлю. Вот она. Вот она шла, шла, шла вниз. Вот сейчас опустилась. На минутке надо ставить вот сюда. Ну, это всего лишь фигура. Понимаете? Вот эта вот желтенькая полоса, это геометрия. Она ничего общего не имеет с реальной позиции. Просто это на рисунке для иллюстрации. А менять надо вот здесь. Вот здесь надо менять. Смотрите, заявка рассчитывается. Вот она сейчас 127.500, а была 127.460. То есть вот он отскочил. Но что произойдет дальше? Если цена пойдет вниз, то у нас вот этот вот уровень тоже пойдет опускаться вниз потихонечку. И вот таким образом мы будем ловить лучшую цену. Ну, в данном случае просто, если на минутке работать, то здесь надо ставить, какого размера надо ставить отступ от минимума. Вот часто задают вопрос, какого размера. Здесь надо чувствовать, друзья мои. Это вопрос индивидуальный. То есть каждый чувствует по-своему. Вот этот вот отступ от минимума надо ставить всегда. Ну, очень важно его научиться ставить. Какой он должен быть? Посмотрите, ну, он должен быть, для каждого инструмента он свой. У каждого инструмента есть свое поведение. Понимаете? И этот отступ от минимума надо ставить каждому по-своему. Внутри дня, если работаете, ну, он будет очень маленький, там, ну, скажем, 200, там, 300. Ну, в зависимости от волатильности, на самом деле. Но я вам крайне не советую работать внутри дня, тем более с индексом РТС. Потому что это очень-очень большие деньги. Если вы хотите потренироваться на этом, потренируйтесь на нефти. Самый, как бы, доступный вариант это нефть. Сейчас там, кстати, очень низкая волатильность. Вот. Но, вот вы поймете, что такое отступ от минимума. Но, если вы помните, там было две, два параметра. Сейчас я, я не буду эту ставить заявку, на самом деле, потому что я ее сниму, в конце концов. Она мне не нужна сейчас. Вот. Но был второй параметр, защитный спред. А что же это такое? Посмотрите, что это такое. Сейчас я вам объясню, что такое защитный спред. Смотрите. Вот она вот. Я уже, надеюсь, вы поняли, что заявка сработает только тогда, когда пересечет вот эту линию, верхнюю. И что произойдет в этот момент? Вот как раз именно в этот момент будет поставлена заявка в стакан цен на покупку. Но, как правило, пробивается уровень-то резко. Поэтому заявка на покупку будет поставлена где у нас? Ну, вот скажем, в данном случае, да? 127.460 было и плюс 1000. 128.460. То есть 128.460 будет поставлена заявка, скажем, на покупку. Но, это же биржа, друзья мои. А захочет ли кто-нибудь, хоть кто-нибудь продать по этой цене? Вот в чем дело. И для того, чтобы точно нашелся продавец по этой цене, ну или покупатель в случае обратном, нужно, нужен защитный спред. Посмотрите, что такое защитный спред. Вот, цена достигла 128, например, 600. И по какой цене ставить заявку? Цена будет выставлена по 128, 700. Вот так. То есть плюс защитный спред. Вот здесь где-то. Я готов купить вот по этой цене. Но, по какой цене сработает моя заявка? По самой лучшей цене продажи. Поэтому защитный спред ставьте любой абсолютно по максимуму, потому что по правилам биржи первая цена будет, ну, лучшая цена по правилам биржи. И стакана. Поэтому защитный спред ставьте чем больше, тем лучше. Отступ от минимума или от максимума в случае продажи ставьте. Это предмет искусства. Это то, что вы должны подобрать индивидуально. Для каждого инструмента, для каждого типа рынка, для каждой волатильности он свой. Вот он регулируется очень тонко. Это параметр, который надо подбирать, надо чувствовать его. Поэтому этим надо заниматься. Защитный спред ставьте побольше, но без фанатизма, потому что иначе вы можете вылететь за пределы разрешенного биржи. То есть есть максимальная цена, которая допустима на бирже, и минимальная. Сделайте так, чтобы вы ее не пересекли. Потому что бывали возможности такие, что заявка слетает. Заявка слетает регулярно. Поэтому надо вот это вот все изучить. Если вы не поняли курс биржи для чайников, для вас там подробно рассматривается, почему слетают заявки, стопы, как они устанавливаются, сколько они действуют. Это тоже важно. Тоже важно, друзья мои. Вот здесь масса параметров. Поэтому, если вы не совсем поняли курс биржи для чайникова, для вас там про это рассказываю 6 часов. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Ну, вот смотрите, вот. Видите, он пошел вниз дальше. И вполне может быть, что он пробьет сюда, и ниже, ниже, ниже пойдет. И тогда это будет все понижаться. С вами был Демитков Юрий. Я надеюсь, что я помог многим. У меня просто спрашивали люди, как это сделать. Вот оно, как это сделать. Это лекарство от шорт-сквизов, это лекарство от высадки хомячков, и это инструмент, который позволит вам получить максимальную прибыль. Если ничего не поняли, пересмотрите. Пересмотрите 2-3 раза. Задавайте вопросы. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.